Я понимаю ажиотажный спрос, и когда там где-то уценки какие-то, да, хочется всего и сразу. Ну, это опрометчивое решение. Что здесь можно сделать, как прийти на выручку? Посадить, конечно, такое растение уже нельзя. Здесь можно сохранить только методом прикопа. Если сейчас вы пойдете на огород с Божьей Матерью и с помощью лома, вскроете корочку твердую, а там еще мягкая земля, выкопаете траншейку сантиметров 50-60 глубиной, и туда, на эту глубину, расправляя корешки, которые там остались, поместить эти растения. Желательно полить, тоже полить нужно, хоть вроде и влажной земля и прочее, теплой, тепловатой водой полить и снова все засыпать. Вершинка должна смотреть на север в этом случае. И место нужно убирать максимально повышенное, чтобы вешние воды не затопили вот это место сохранения этих растений. Сделать холмень и что-то предусмотреть от поражения мышами. Потому что мышки, молоденькое растение, яблоньку, грушку, с большим удовольствием съедят в бескормницу. Поэтому здесь мы можем сохранить корневую систему, а вегетативную часть сожрут мыши. Так что есть определенная проблема. Но здесь что? Обмотать нужно капроновые чулки. И сейчас чулки уже не носят капроновые? Не носят? Вот пожертвовали колготочки старые, значит, примотали это все плотненько. Мышки уже почему-то не трогают их. Вот таким образом можно сохранить. А впредь, конечно, лучше все-таки надо покупать в сезон, а в нашей зоне еще тем более и весной. И еще с закрытой корневой системой. То есть в горшке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова